Мы с мужем занимались в приютах, помогали собачкам. Мне написала моя знакомая, помоги, говорит, пристроить собаку. Я такая, что за собака? Она мне кидает, говорит, амстаф год и восемь тогда был. Говорит, возьмете на пристройку. Я такая, ладно, прихожу и шутку мужу. Говорю, слушай, не хочешь амстафа? Я не знаю, вообще ничего про него. Приехали смотреть, и все. То есть мы не планировали его заводить, мы не планировали кого-то там спасать или еще что-то. Мы приехали, посмотрели. Муж сразу влюбился с первого взгляда просто. У них до сих пор любовь. Но он тоже не был простым, когда мы приехали домой. Я не была кинологом на тот момент. Нам многого не рассказали. Нам рассказали все хорошее, все позитивное, какое-то классное. Мы это все видели. У него были проблемы и в общении с собаками, и с возбудимостью были проблемы. Первый, наверное, полгода было очень сложно. То есть и плакала я от того, что не знаю, как с ним совладать, потому что это крупный пёс, он весит 30 килограмм. И я начала изучать. Ну, то есть я не готова была от него отказаться, потому что мы его забрали. Все, уже без вариантов. Добрый день, меня зовут Светлана Богачева. Я специалист по поведению собаку. Сейчас я нахожусь в парке Кузьминки. Хочу рассказать вам одну очень добрую историю об очень интересном, я бы сказала, уникальном случае спасения собаки. Я хочу рассказать про собаку с кличкой Найда. Как я поняла, она произошла от слова найденыш. Найда с щенкового возраста была найдена в парке и живет сейчас вот в этом вольере. Она немножко побаивается незнакомых людей. Объяснить ей, что люди не опасны, что они не причинят ей вреда, мы можем, чтобы она хотя бы могла нормально по улицам ходить. То, что она нюхает, интересуется, то, что она рассматривает, это про то, что ей интересен человек. Просто он пугает. Времени понадобится много. Намного больше, чем с щенком, либо, скажем так, с обычной собакой. Понадобится и терпение, и силы. Но самое главное, должно быть желание помочь ей. Если желание будет, то все получится. Она, когда людям доверится, все, у нее проблем уже не будет таких. Понятие любви у собак свое, это некая привязанность, доверие. Они радуются, ну и они любят нас любыми. Очень много историй, когда хозяин бьет собаку, и она все равно его любит. Да, там он выбросил собаку, она бежит за ним. Если бы все люди заводили собак, чтобы их любить, наверное, у кинологов бы не было работы.